Пищевые отходы вовсе не отходы, а сырье для производства моющего средства. Делается оно из уникального биомикрогеля, который разработала Свердловская компания. Сырьем для него является природный пектин, природные полисахариды. Получаем мы их из яблочного свекольного жмыха, из корзинок подсолнечника, из любых природных полисахаридов, которые можем найти в нашей стране как в виде отходов в пищевой промышленности и сельскохозяйственной промышленности. Как уверяют производители, такие моющие средства абсолютно безопасны и гипоаллергенны. Они вполне доступны для потребителя. И некоторые уже полностью перешли на их использование. Они правда безрежны. Я дома перешел на них давно. Еще одна чудо-разработка уральских ученых. Самый большой 3D принтер в мире. Основная особенность принтера то, что мы можем читать не только большие какие-то элементы, но и на очень большой скорости. То есть недавно были на выставке в Германии. По факту 100 миллиметров в секунду – это, наверное, предел вообще печати. И мало кто пытается работать над этим. Интересных разработок много, но чтобы они получили развитие и стали использоваться в производстве, нужны поддержка и финансирование. Как раз такую помощь и оказывает инновационный центр «Сколково». Его представители накануне посетили Екатеринбург. По федеральному закону мы предоставляем льготы. У нас есть возможность монетарная поддержка, как уже сказал, это гранты, поддержка венчурного финансирования, акселерационные услуги, защита интеллектуальной собственности, лабораторная офисная инфраструктура. Екатеринбургский технопарк университетский – первый в числе претендентов на получение франшизы фонда «Сколково». Финальным шагом к этому становится подписание соглашения о сотрудничестве. Мы рассчитываем сконцентрировать имеющиеся ресурсы на ключевых направлениях экономик региона среди основных направлений на ближайшую перспективу. Это внедрение новых инструментов поддержки предприятий, формирование сети производственных бизнес-инкубаторов и индустриальных парков и адресное инвестирование в промышленный комплекс. Сотрудничество с инновационным фондом «Сколково» откроет новые возможности для промышленности Урала, уверены в технопарке. Прежде всего, это новые технологии, новые продукты, которые позволят предприятиям быть конкурентными, причем не только сегодня, а быть конкурентными завтра, причем не только на российском уровне, но и на уровне международном. Чтобы выйти на международный уровень, нужны и те, кто будет работать на высокотехнологичном оборудовании. А это значит, что в будущем потребуются и новые кадры. Лизавета Нович, Владислав Туренко, Павел Кулыгин, Интера ТВ.